Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Guitar Money. Сегодня у нас такой необычный ракурс, чаще всего мы его используем для стримов, но сегодня мне нужно записывать видео вместе с моим компьютером, поэтому мы находимся здесь. Буквально пару дней назад, сразу на двух англоязычных каналах, наверное больше, но я видел на двух, вышел обзор одного и того же плагина от Neural DSP, который называется Soldano SLO100. Я посмотрел эти видео, мне понравился звук, я решил скачать демо-версию этого плагина, ну потому что он все-таки платный. Демо-версия работает 15 дней, мне он действительно понравился, и я решил рассказать о нем вам. Сегодня, так скажем, мы посмотрим его вместе, я как будто бы в первый раз, хотя пару раз я его уже запускал. Мне очень интересно ваше мнение, так что обязательно пишите в комментарии под этим видео. Кстати, друзья, огромное спасибо всем, кто поддерживает канал Материально, а именно спонсоры от 49 рублей в месяц, не так много, если не сказать, что очень мало для одного человека, но если у вас будет 10, 100, 1000, это будет очень круто поддерживать канал Материально. Огромное спасибо всем, кто покупает в магазине Струнки.ру именно с моим промокодом гитармани, вы получаете скидку 7% к своему заказу, я же получаю 3% от вашего заказа, и как вы понимаете, это тоже очень неплохо поддерживает канал Материально. Ну и всем, кто поддерживает канал, как может, лайки, комментарии, репосты. Друзья, если вам не сложно сделать репост этого видео у себя, например, ВКонтакте, это поможет пойти ему чуть дальше, чем он пойдет без этого. Ну что ж, погнали, смотрим на экран. Данную программу можно использовать как стендалон версию, так и VST-плагин для вашей DAV-системы. Я открыл этот плагин в программе, которая называется Reaper. Давайте сразу послушаем, как это звучит. Согласитесь, я его только запустил, а он уже звучит вполне себе очень неплохо. Можно остаться на этом звуке. И кайфовать. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ну, во-первых, внизу мы видим тюнер, вы можете настраивать свою гитару. Сверху мы видим уровень входного сигнала. Я обычно эту крутилку не использую, потому что я настраиваю уровень входного сигнала на моей звуковой карте. Далее мы видим гейт, то есть... Видите, он срабатывает не очень быстро. Можно его добавить. Так он срабатывает чуть быстрее, можно сделать еще больше. Вот так лучше. Ну, я его уберу, чтобы мы слышали звук, а не работу гейта. Режимы работы моно или стерео. Дальше мы здесь можем сохранять наши пресеты, загружать их. И уровень выходного сигнала. Я его тоже трогать не буду, потому что он у меня уже настроен. Ну, как настроен? Он стоит посередине, и это нормально. Сейчас мы видим сам усилитель. Тут настройки у нас есть нормал звук. Я сначала думал, что это будет чистый, но это не совсем чистый. Как вы слышите, звук все равно подгружен. Переключаем сразу на овердрайв. Именно это нам и нужно. Сверху мы видим секции. Секции педалей, которые, как я понимаю, должны стоять до усилителя. То есть это компрессор, овердрайв 1, овердрайв 2 и хорус. То есть 4 педали на выбор. Далее мы здесь уже видели, мы видим сам. Мы здесь уже были, я хотел сказать. Мы видим саму голову. Далее у нас постэквалайзер. Вы можете достроить звук так, как вы хотите. Он у меня сейчас включен, но изначально все пузылки стоят на нуле. Дальше мы видим настройку кабинетов. То есть смотрите, здесь два кабинета. Вы можете выбирать тип микрофона вот этого, тип микрофона вот этого. Посмотрим, что здесь есть. Динамик 57, я так понимаю, что это Shure SM57, динамик 421. Ну в общем, посмотрите сами, если вам это интересно. И также вы можете настраивать параметры каждого из микрофонов. Во-первых, вы можете двигать их ближе к центру, дальше от центра. Один и второй микрофоны, естественно. Далее дистанция. Вы можете как бы отодвигать микрофон дальше от динамика и придвигать его ближе. Если вы отодвигаете микрофон дальше, это добавляет комнаты в звуке. Давайте попробуем, кстати. Так, надо второй микрофон тоже отодвинуть. Звук как будто становится чуть объемнее и менее четкий. Я все-таки люблю, когда микрофон максимально близко все-таки к динамикам. Дальше у нас есть громкость. Я так понимаю, что мы можем отстроить уровень сигнала каждого микрофона. То есть, например, хотим мы больше SM57. Тогда мы 421 микрофон просто убираем. Мы слышим только тот динамик. Давайте я его добавлю обратно. И ниже мы видим, как я понимаю, это панорама. Да, это панорама. Вы наверняка слышите все по центру, потому что звук у меня записывается моно, а здесь все-таки стерео. Дальше мы видим, можно включить-выключить каждый из микрофонов. То есть, сейчас мы слышим только 421 микрофон. Если я его включаю, тогда мы слышим оба микрофона. Вот это я не понимаю, что такое? Какая-то ерунда. Помимо этого, вы можете загружать свой собственный импульс. Как в один динамик, так и во второй. То есть, смотрите, нажимаете вот сюда, выбираете Load Custom IR, то есть Impulse Response. Правильно я говорю. И выбираете на своем компьютере любой импульс и загружаете. Я сейчас загружать не буду, я уже пробовал, но, честно сказать, вот это работает очень-очень неплохо, и я даже не хочу загружать свои импульсы. Что мы видим дальше? Далее мы видим педали, дилей и реверберацию. Я думаю, вы слышите дилей, но, опять же, вы слышите его по центру, как он повторяет у меня, потому что звук записывается моно, а так у меня он из уха в ухо летает, так что я думаю, если вы скачаете, попробуйте сами, вы это услышите. Попробуем ревер. Ох, сколько и ревера. Ну что, друзья, по сути, я все показал, что здесь есть, и давайте попробуем с вами вместе настроить звук. Я уже слышал на каком-то канале, что надо начинать именно с импульса, я тоже, в принципе, с этим согласен. Лично я бы вот этот микрофон, который SM57, подвинул ближе к центру. Слышите, звук стал более песочный. Сейчас он максимум в центре, но чуть-чуть все-таки от центра убрать. Вот так мне нравится. То есть, видите, у вас позиция как здесь, так и здесь. Вы можете сам микрофон таскать, здесь у вас тоже меняется. И, кстати, тут сразу настроено так, как бы сделал я, то есть, 57-й и 421-й здесь. Его поближе к центру. Сейчас попробую. Так, мне нравится. Оставим как есть. Дальше мы идем в педали. Я попробую включить какой-нибудь из этих овердрайвов. Например, первый овердрайв включаем. Level максимум, тон максимум, драйв на минимум. Слушайте, появилось много вот этого звука об оплетке. Примерно так работает Ibanez Tube Screamer. Давайте все-таки, наверное, level и тон маленько уберем. Да, вот сейчас мне нравится, как это все работает. Единственное, что теперь очень много перегруза. Я так понимаю, что вот эта кнопка у нас перегруз. Написано, преамп овердрайв. Здесь мастер, то есть, я так понимаю, что это выход уже усилителя. Его я трогать не буду, потому что у меня все-таки сигнал сейчас записывается. А вот этот покрутим. Звук, как мне кажется, стал очень неплохой, такой читаемый, хороший. Если же вы хотите звук чуть менее такой вот шаркающий и более жирный, тогда нужно выключить эту примочку и добавить гейна на самом усилителе. Звук стал более жирный, объемный. И мне такой больше нравится, но многим все-таки нравится поменьше гейна здесь и включить вот это. Давайте попробуем хорус, что ли. Если честно, я его не очень слышу. Побольше ручки. Вот сейчас он появился. Давайте выключим. Я все-таки настраиваю звук под себя. Оставим вот так. Попробуем здесь ручки посмотреть. Я бы что добавил? Я бы презенс, наверное, чуть убрал. Может быть середину чуть провалить? Чуть-чуть обратно. Вот так вот очень неплохо. Так, здесь мы все настроили. Теперь осталось добавить дилей. Я обычно ревер не добавляю на такой звук, но дилей можно добавить. Единственное, что сейчас его очень много. Обычно я делаю в микс его это у нас получается сколько? 25%? Я обычно добавляю процентов 10-15. процентов 10-15. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но все-таки я бы вот эту штуку выключил. Не нужна она. И включил бы, поточнее, сделал побольше драйва здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот с таким бы звуком я играл. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. На канале более 250 видео, которые связаны с электрогитарой. Так что, если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Если верят в статистике моего канала, то очень много народа смотрит именно без подписки. Друзья, если вам несложно, подпишитесь. Мне статистика чуть повыше, а вам... Ну, а вам плюсик в карму, можно и так сказать. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал материально, спонсоры, донатеры, все, кто использует именно мой промокод гитармания, когда покупает в магазине струнки.ру. Всем, кто поддерживает, как может, лайки, дизлайки, комментарии, и особенно важно репосты, они помогают продвигать видео. Ну что ж, а меня зовут Сергей, и это был канал Гитармания. Всем позитивного настроения. До встречи на ютубе!